Музы Песни вселяли уверенность, что мы обязательно победим. Я влюбленный и смущенный пред тобой, Клен зеленый, да клен пудрявый, Раскудрявый резной. Раскудрявый клен зеленый, лист резной. Я влюбленный и смущенный пред тобой, Клен зеленый, да клен пудрявый, Раскудрявый резной. Тысячи работников культуры, в том числе и наши земляки, вступили в ряды Красной Армии, когда началась мобилизация. Только из Пензенского художественного училища было призвано более 200 человек. Одним из его выпускников, ушедших на фронт, был Георгий Панков, ученик знаменитого художника Горюшкина-Сорокопудова. Пройдя всю войну, дойдя до Берлина, он сделал более тысячи зарисовок и военных пейзажей. Теперь они хранятся в Пензенской картинной галерее. Передышку, когда другие отдыхали, кто-то перекуривал, кто-то дремал, кто-то что-то, он садился, доставал свой блокнот и писал, я бы сказал, даже карандашные такие портреты тех воинов, которые его окружали. И этот рисунок он отдавал бойцу, и боец уже отправлял его домой. И когда они получали письма, а потом получали письмо «Слушай, Степан, Василий, Федор, мы получили твой замечательный портрет». Деревенские были обычно люди, никаких портретов нет, фотографий-то еще толком не было тогда, ни у кого ничего. И вдруг они в этом солдатском треугольнике получали карандашный, но написанный профессиональным художником такой рисунок. Там вся деревня собиралась, все, конечно, плакали, все были очень рады. Это была награда, это была награда вот этому воину за его мужество, за его стойкость. Награда прилетала с родины от самых близких и дорогих в виде восхищения, в виде слов любви. Руководство области создавало все возможные условия для сохранения культурного наследия не только нашего края, но и страны. В Пензу был эвакуирован музей Тургенева из Орла. У нас разместился Ростовский театр музыкальной комедии, благодаря чему в 1941 году в здании Дворца культуры имени Кирова открылся Пензенский государственный театр оперы и балета. В годы войны не прерывала своих занятий музыкальная школа номер один. Ее ученики выступали в военных госпиталях, а преподаватели в составе концертных бригад. В 1941 году в эту школу были эвакуированы преподаватели и одаренные учащиеся от Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории. Так в Пензе оказались скрипач Абрам Емпольский и пианист Теодор Гутман. И их ученики – будущие мировые звезды. Пианисты Лазер Берман и Евгений Малинин. Скрипачи Игорь Безродный и Валентин Жук. Много лет спустя они с теплотой вспоминали годы военного детства, проведенные в Пензе. Вместе с московскими знаменитостями юные скрипачи и пианисты играли для бойцов и тружеников тыла. Одними из самых востребованных учреждений культуры в годы войны стали театры. Пензенский областной драматический театр осуществил свыше 40 постановок. На сцене зрители увидели драмы о Великой Отечественной войне и войне 1812 года. Русскую классику – пьесы Чехова, Горького, Грибоедова, Толстого. Артисты выезжали на фронт и выступали в частях Красной Армии. На этих спектаклях побывало свыше 250 тысяч зрителей. В марте 1942 года Пензенский драматеатр показал спектакль по пьесе «Братьев Тур» и «Льва Шенина. Дым Отечества», в котором впервые говорилось о героизме советского человека в борьбе против фашистских захватчиков. И одну из самых главных ролей в этом спектакле сыграла актриса Валентина Журавская. Она играла там жену командира отряда партизанских войск. И с первых дней войны она вступила в ряды доноров для переливания крови для помощи раненым бойцам. Работники театра и библиотекари помогали раненым писать письма домой. Читали им газеты и книги. Областная Лермонтовка формировала походные библиотеки и вручала их бойцам, отправлявшимся на фронт. Были в них и книжки местного издательства «Сталинское знамя». Они напоминали о Пензенском крае. «Радостно было получить к празднику вашу посылку», говорилось в письме одного из красноармейцев в адрес Лермонтовской библиотеки. «Так приятно сознавать, что вы, труженики тыла, проявляете к нам столько внимания и заботы». Всю войну в музеях области Лермонтово-Белинского краеведческом картины-галереи работали военно-исторические выставки. Они рассказывали о борьбе с поработителями России. Совершенствовались основные экспозиции. Перед отправкой на фронт музеи края посещали бойцы Красной армии. Из книги отзывов музея Лермонтова. Лейтенант Козырев, боец Колдов. «Какая масса впечатлений! Слава людям, сумевшим сберечь этот памятник великому русскому поэту! На могиле его мы клянемся до полного истребления бить германских фашистов, пытающихся уничтожить русскую культуру». За годы войны во фронтовых частях армии и флота советские артисты дали около полутора миллионов концертов и спектаклей. Нередко вместе со своими зрителями они попадали под обстрел или в окружение. В одном из первых таких концертов в июле 1941 года принимала участие наша землячка – несравненная Лидия Русланова. Бойцы называли ее мамой. С ее Катюшей шли на смерть. Лидия Андреевна исполняла тогда и знаменитые валенки. Через четыре года они вновь прозвучали уже у стен поверженного Рейхстага. А голос нашей землячки Лидии Руслановой стал голосом всей победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова